На одной из самых востребованных улиц города, Нововокзальной, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дорожного полотна. Подрядная организация приведет в нормативное состояние более 70 тысяч квадратных метров покрытия. Порядка 5 километров в границах улиц Новосадовой и Красных Коммунаров. Такова длина участка улицы Нововокзальной, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне. Стоит отметить, что объект является самым протяженным из 33 запланированных к ремонту на средства профильного нацпроекта в 2024 году. Улица проходит через два района и является важной для жителей еще потому, что на ней располагается множество социально значимых объектов и мест притяжения горожан. Дорога ведет к скверу авиаконструкторов, Штутгарт-аллеи, парку Молодежный, где в этом году выполняется третий этап комплексного благоустройства. Также по улице Нововокзальной можно добраться до Самарской городской больницы номер 2 имени Семашко, городской поликлиники номер 10 и других медицинских учреждений, до Центра развития образования, нескольких школ, детских садов, филиалов, вузов, детской библиотеке, спортшкол и спорткомплекса «Орбита» – популярных объектов потребительского рынка и услуг. В ночь на 29 мая на одном из отрезков улицы Нововокзальной, а именно от Ставропольской до Вольской, прошла укладка нового покрытия. Используют современную асфальтобетонную смесь, что обеспечит высокую прочность дорожного полотна. Предусмотрено устройство верхнего и выравнивающего слоев. Решено трудиться на кварталах поочередно, чтобы на всем протяжении запланированного к ремонту участка не создавать дополнительных сложностей автомобилистам и общественному транспорту. И в дальнейшем, пока мы не уложим там асфальтобетонное покрытие, не выставим колодцы в отметке, мы к остальным участкам не приступим для того, чтобы не было неудобства для граждан. Также предусмотрены у нас там ремонтные работы по тротуарам и замене бортового камня в местах пешеходного перехода. То есть мы специально будем понижать бордюрный камень для беспредельственного входа инвалидов и маломобильных граждан. Это так называемые пандусы. Обновят около 300 люков смотровых колодцев и дождеприемники. Люки заменят на антивандальные и антишумовые. Помимо этого отремонтируют перекрестки. Повышенное внимание уделяют пересечению автодороги с трамвайными путями. Асфальтобетонной смесью рабочие аккуратно подойдут к рельсам. Специалисты подрядной организации отмечают, что благодаря поддерживающему ремонту, который до старта масштабных работ проходил на Нововокзале регулярно, основание дорожного полотна почти не нуждается в укреплении. Но при необходимости на отдельных локациях работами охватят весь конструктив дорожной одежды. Стараемся не шуметь. Основные работы, где отбойный молоток у нас работает, компрезер, например, мы делаем днем, пока люди на работе. А вот такие работы, которые можно быстро сделать, сосредоточены. Трезерование, укладка, мы делаем ночью. У нас очень большой транспортный поток, и в том числе машины отстаиваются на ночь, которые приходится просто убирать. Вот это и сложность. Ну, надо ответить, что люди все-все понимают, идут навстречу. Районные администрации, ТОСы помогают своевременно информировать автовладельцев. В целях минимизации неудобств движение по ремонтируемой улице полностью не перекрывается. Для проезда остается свободная полоса. Жители города с нетерпением ждут, когда отремонтируют дорогу. Прежде всего, с учетом многочисленных обращений горожан, Нововокзальную включили в перечень для обновления по нацпроекту. Дороги начинают восстанавливаться. Это очень радует, на самом деле, то, что взялись за это наконец-то. Ремонтные работы на улице Нововокзальной планируют завершить до 10 июля. Полина Челюкова, Николай Епифанов. События.